Новый выпуск моего блога в эфире Мы находимся в аэропорту Внуково Здесь просто все вверх ногами Всем привет, ребята! Меня зовут Вася Руденко И, наконец-то, новый выпуск моего блога в эфире Надеюсь, хоть кто-нибудь, кроме меня, его ждал Прошу прощения, что так долго не выходил в эфир У меня было очень много дел И, естественно, я ленивая жопа и никак не мог смонтировать видео Все как обычно о жизни музыканта, о жизни барабанщика О том, чем мы живем, куда мы ездим Чем мы занимаемся, какие-то концертные нарезки Как мы снимали промо, как ездили в Баку Надеюсь, вам понравится Поехали! Почему тебя мужчина трогает? Тебя трогал мужчина? Нет Магазин прикольных вещей Плазмассовые какашки Всего за 200 рублей Куплю, подарю Наташке Не будет улыбки в ответ Лишь с грустью подметит кто-то Чувак, тебе 45 лет Пойди Мы прилетели в Баку с пацанами Это Ваня Сзади у нас Саша Смотри, скажи, пацанам привет Для вас буду снимать из этого города какие-нибудь прикольные штуки Сегодня мы будем, нет, не сегодня, а завтра будем выступать Соответственно, все покажу, расскажу Аэропорт здесь просто офигительный Мне очень нравится Нашим московским ребятам стоит взять на заметку Потому что аэропорт похож на лучшие представители мировые А что это у тебя такое? Покажи Это райдер? А выдают всем здесь, приезжаешь, тебе сразу оп Сейчас наша задача заселиться в отель Что, Вань, ты нашел? Нет человека, который нас ждал встретить? Почему? Никого нет В такой херне, кстати, я вожу свой кейс, когда мы путешествуем Потому что тарелки должны быть с охранностью Но фишка в чем заключается? Я обматываю его сам вот этой черной пленкой И в отеле снимаю ее аккуратно И второй раз заматываю сам Когда лечу обратно, я все это дело заматываю второй раз И не нужно, типа, полосить чувакам по 500 рублей Очень удобно Ну-ка, ночной Баку нас встречает О, какая красота Ой, какая погода шикарная Пацаны, вообще, я доволен Блин, а какой аэропорт, ребята, офигительный Посмотрите Просто чума Наша задача найти пацанов, которые живут в номере 25-33 25-33, это туда Кстати, у нас новые клички у всех Я теперь ракета Ваня, это мустанг Пацаня, это турбо А руф, это кебаб Кебаб? Да, то есть мы турбо Мустанг, ракета и кебаб Турбо Мы угадали, прикинь Абсолютно нечеловеческие условия для жизни Просто сил никаких нет Ужас просто Сидит в этом Муравейник, не побоюсь этого слова Бедный басист страдает Короче, Ваня рассказывает историю про то, как он поехал в Крым Ваня, и что было? В 98-м году мы с Олегом Макаряковым поехали в Крым И, собственно, приехали туда с женой С его ребенком, годовалым И со всей аппаратурой мы ехали на поезде То есть вы сами точили свой аппарат? Мы сами вот так вот ручную весь аппарат грузили на поезд Мне нравится это зеркало И поехали в Крым, приехали в Крым Там приехали сначала Подожди, я тебе хочу остановить Включая порталы Ну как там, портальчики такие Две колонки были То есть включая порталы, правильно? Ну да, включая порталы Охуеть, это просто пиздец Акустическая гитара была Я купил у Ивана Смирнова Как раз за 1200 долларов Я хочу напомнить, что Все это происходит в большом контрасте С тем, что происходит здесь в номере То есть когда ты видишь такой номер Лакшерида люкс, блядь, туалет Потрясающий душ и все это классно И Ваня рассказывает, как они тащат Зеркало, зеркало, смотри Как они тащат аппаратуру Ты чистить зубы, подходишь Неожиданно, да И присаживайся Как они тащили аппаратуру В Крым Для чего это? Нет, скажи, для чего это прими? Прими? Ну, чтобы каждая гитарюшечка была Ну, чтобы никто не взял Он так вот не сгибался с ней Вот так вот Ты куда побежал? Эй, парень Оста... Эй, викинг, стой! Красивые деньги Десять А покажи поближе Вау Кстати, красивые Да? Согласись? Ребята Вы готовы ехать в бар? Конечно, безусловно Ой, дурбалай Ну, это банально Это банально Банально Тем более у тебя всего 5 бумажек Серьезно Ну, как бы они дорогие бумажки Я надеялся на большие Что прикольно В Баку у них Кэбы выглядят Ну, таксикэбы Как будто в Европе где-то Ну, в Лондоне в частности Смотрите на это Просто чума Я хочу тебя и выдумать Хочу тебя, как песню, выдумать Шаурма 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 Кавказский менталитет Мы любим гостей Это понятно Даже если враг зайдет на нашу территорию Ну, мы-то не враги эти бой С хорошими этими На любом мы не враги Пацаны, сейчас мы собираемся ехать на саундчек И зацените, короче, какой вид из номера открывается Номер как номер, ничего особенного Но в целом просто кайф Представляете? Невероятно красивый город, я не ожидал И что еще? И невероятно красивый Василий Руденко Что хочется сказать о Баку Город просто потрясающий, очень красивый Я всем советую туда съездить Мы часто ездим в Европу Ездим в Азию Кто-то ездит в Америку Может быть, если у вас достаточно денег Ездите в Австралию Но город просто невероятный, действительно очень красиво, старый город просто потрясающий Организация, по крайней мере, ну все, что было связано с нашей деятельностью, было просто на высшем уровне И люди доброжелательные, добрые И если вы думаете, куда поехать, например, отдыхать, то я считаю, что Баку это очень хороший выбор И спасибо вам, бакинцы, Азербайджан рулит Кстати, отдельное слово хотел бы замолвить за азербайджанские авиалинии, которые мне понравились гораздо больше, чем Аэрофлот Потому что на борту можно есть в сулугуни и пить винчик, это прям очень круто, когда летишь, гениально Приехали мы на площадку, площадка, короче, расположена на таком здании, я не знаю, мне кажется, она стоит миллиард долларов Так происходит саундчек Я буду говорить только в паузах Между ударами Между ударами Все закончилось, летим в Москву обратно, завтра другой концерт, нужно выспаться, потому что сейчас 5 утра. В этом выпуске я решил не болтать слишком много, потому что накопилось достаточно большое количество видеоматериала и хотелось все это вставить и показать вам. Не знаю, нравится вам больше болтовня или видос о моих путешествиях и как я играю, надеюсь кому-то это нравится, но тем не менее как-то так. Случайно я заметил, когда искал кота в бинокре, а познакомиться, пока не кончилось лета, у нас двоих полно историй. Возьмем машину в сторону центра и вечера. Теперь смотрите, как делается их блог. Здравствуйте, друзья, меня зовут Василий и сегодня мы находимся в студии Skylar, который не платит мне за рекламу ни копейки, но тем не менее это отличные ребята и мои друзья, которые работают на этой студии и записывают вообще всякие классные штуки. Например, ваншот челлендж у них был, это офигенная тема, где барабанщики писали с одного дубля, а я как лох не участвовал, потому что я пишу лупы. Вот, и сегодня мы пишем вот такой сет и как несложно догадаться, это будет хип-хоп. Вот такая колотушечка сегодня, которая дает очень мягенький звучок. Продукт-плейсмент. Тэ-кэ-тэ-кэ-дэ, 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 тэ-кэ-тэ-кэ-дэ. Сила хип-хопа, пацаны, блядь. Сила блогерства. Здесь, кстати, концовка тоже крутая. Вообще нормально. Что заебись? По-моему, круто звучит вообще. Так, подожди, у меня же не матерешиный блок. Как скажешь, потрясающе звучит? Замечательно, великолепно. Чудесно. Я позвоню своему приятелю, скажу ему, мы сегодня записывали рэп. Опять немного о студийной деятельности. В этом проекте, который вы сейчас увидели, мы с Давидом, бас-гитаристом, записывали глич. Глич это такое, ну я не знаю, новое ли это течение в хип-хоп-музыке, когда не очень ровные барабаны и кажется, что все как бы криво, но вроде ровно. Если кому-то интересно узнать об этом течении, о том, как играют, например, такие ребята, как Крис Дейв или там Марк Джулиано, ну подобный. Майо Драмер, который играет с Майком Шинодой сейчас. Возможно, я могу сделать для этого более углубленное видео в плане барабанов. Так что, пожалуйста, напишите в комментах, если вам это интересно. А также я надеюсь, что вам понравилось, что мы исполнили здесь. В этом стиле очень много прикольных музыкальных совершений сейчас случается. И одно из них, например, я посетил концерт Андерсона Пака, который был в Москве. Это была супер закрытая тусовка. То есть ты заходишь, короче, на танцпол в Гуме, выходит Андерсон Пак, они просто разрывают с бандой. Там тусуются Скриптонит, там, не знаю, Ван Дорн, все, короче, на пафосе, все курят трау. В общем, я как-то умудрился пробить туда в писке. И этот чувак также относится к этой новой школе хип-хопа. И если, кстати, вы его не чекали, обязательно зацените. Андерсон Пак – это просто бомба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также хочу сказать, что в этом выпуске под видео на YouTube я оставлю ссылку на пост VK, где вы сможете оставлять свою музыку, которую, например, вы сочиняете или какая-то группа, которая вам известна. Для того, чтобы я смог этих ребят продвинуть, если они действительно достойны в своих видео, как-то засветиться. Надеюсь, это помогает, не знаю. И плюс я открываю для себя много интересных исполнителей, потому что за то, что я вставляю зарубежных ребят, часто меня банят на YouTube, вы знаете. А это не прикольно, когда вы потом не можете посмотреть видосы. И мне самому не прикольно, потому что когда я трачу на монтаж по 4 дня, немножко обидно. Оставляйте свои вопросы под видео, в комментариях на YouTube. Мне всегда приятно отвечать на них, особенно если они не совсем банальные в духе, как играть двойки на малом барабане или как заниматься музыкой и стоит ли. Хотя я считаю, что, конечно же, стоит, потому что лучше умереть в борьбе, чем никогда не ввязываться в драку. Всем пока! В общем, мы находимся на демонтаже площадки, где только что прошел концерт на 10 тысяч человек. Машидорезда. Вот ребята, звукорежиссеры и звукорежиссерши, и технички, и технички собирают аппарат. А между тем, я готов исполнить свою середу. Да, спасибо, любивки. Давай! Молодец, молодец, молодец. 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 Музыка, а остальное пусто. Рэп не штанкуется, это искусство. Музыка слушает, чуть закрыв веки, что-то особенное ощущаю в треке. Музыка слушает, чуть закрыв веки, моя муза, музыка навеки. Ночью, в моменты одиночества... Музыка слушает, чуть закрыв веки, моя муза, музыка, 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 музыка Продолжение следует...